От перестановки мест слагаемых результат для 27-летнего жителя Нижнекамска поменялся кардинально. Молодого человека обвиняют в мошенничестве в сфере страхования. Вместо покрытия всех убытков он оказался на скамье подсудимых и теперь сам должен страховой компании. Сергей Хайдаров о том, где заканчивается защита интересов страхователей и начинается уголовное дело. Ранее не судим, женат, воспитывает ребенка и не думал, что обычное в общем-то дело, но не в нужное время, приведет его на скамью подсудимых. В октябре минувшего года 27-летний молодой человек попал в аварию, повредил чужую машину. Полиса ОСАГО у него не было, в чем и признался второму участнику аварии. Договорившись с ним, купил полис и уже после этого стали оформлять аварию, но обман раскрылся. Своими противоправными действиями Габдольн причинил акционерным обществу страховая компания Чулпан материальный ущерб на общую сумму. 154 780 рублей. В судебном заседании подсудимый Габдольн вину по предъявленному обвинению признал. Подсудимый частично уже возместил ущерб. Суд учел раскаяния молодого человека и наличие семьи с малолетним ребенком. Отягощающих обстоятельств не было. Признать виновным в совершении преступления. Присмотрим частью первую. В статье 159 Прима 1 Уголовного кодекса Российской Федерации назначить ему наказание в виде обязательных работ сроком на 180 часов. Теперь, кроме обязательных работ, он обязан будет до конца возместить материальный ущерб страховой компании. Это 104 тысячи рублей. Сергей Хайдаров, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов. Вызов 112.